Скажите, пожалуйста, вот ваше, лично ваше отношение как-то поменялось к этому вирусу? Вы стараетесь себя как-то обезопасить? Ну, в принципе, стараюсь обезопасить, но иногда ходить в маске, это очень тяжко, и дышать, и все потеет, поэтому тяжело. Не, я лично сам не пытаюсь защититься от вируса, но меня Аллах защищает. Мы этим коронавирусом еще в начале зимы переболели. Все. Вообще маску ношу, потому что в магазин не пускают из-за этого, и все. Я думаю, что сейчас ситуация серьезнее, чем она была два месяца назад. Людей больше болеют. Ну, в любом случае, мы соблюдаем режим самоизоляции, как бы это понятное дело, закуп масок, антисептиков и так далее. Но на самом деле, я ничего не боюсь, я ветрянка переболела два месяца назад. Вы не боитесь заразиться? Я за семью боюсь. Сам-то не боюсь, я за семью боюсь, поэтому я ношу маску. Я боюсь стать разносчиком вируса. Мне бы не хотелось. Да, я боюсь. Боюсь. Но я закапываю специальные капли с интерфероном. Ну, они немножко как бы помогают. Ну, так я это считаю. Нет, я четыре раза умирал, я не боюсь. Сам. Ну, только чтобы кто-то от меня вдруг заразился, это не хочется. Нет, мне кажется, просто мы уже все переболели еще в конце прошлого года. Нет, не боюсь. Почему? Иммунитет. Как вы считаете, не преждевременно ли у нас снимать ограничения? Я думаю, что пока рано снимать ограничения в любом случае, так как в Московской области все начиналось точно так же. То есть никто не застрахован, тем более мы находимся рядом с границей. Я думаю, что смягчать не преждевременно. То есть очевидно, что режим самоизоляции не сильно помогает. Мне кажется, это преждевременно. И я даже рада, что Олег Кажемяк у нас это все продлил до 1 июня. Потому что я сама работаю в такой сфере, где много людей и как-то опасно. Не, ну пусть смягчает. Он правитель, что я могу сказать. Хочешь, смягчает. Мне кажется, что преждевременно, потому что вирус никуда не делся и он продолжает распространяться.